В эфире РБК Уфа. Я Екатерина Тимиряева. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Меры господдержки многодетных семей обсудили сегодня в Уфе. Круглый стол с участием родителей и руководителей профильных министерств семьи, образования, здравоохранения и молодежной политики состоялся в преддверии заседания Президиума Госсовета по демографии, который пройдет в столице Башкортостана 15 мая. Беседа прошла под председательством генерального директора агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланы Чупшевой, которая, к слову, сама многодетная мама воспитывает четверых детей. По ее мнению, государство сегодня больше внимания уделяет семьям при рождении первого ребенка, в то время как с появлением последующих детей нагрузка на родителей кратно возрастает. Хотелось бы с вами тоже проговорить сегодня достаточность вот этих мер поддержки многодетных семей, что необходимо, потому что, я говорю еще раз, на первого ребенка мы так на государственном уровне все сфокусировались, помогаем, а вот как бы, да, как помочь многодетной семье. В неформальной обстановке родители поделились своими пожеланиями по совершенствованию мер господдержки. В частности, прозвучали предложения унифицировать статус многодетной семьи на федеральном уровне. Сегодня регионы трактуют его по-своему. Отменить первоначальный взнос по ипотеке, расширить возможности использования материнского капитала и другие. Самые перспективные предложения направят для изучения законодателям. И также сегодня Светлана Чупшева заявила о том, что агентство стратегических инициатив войдет в число организаторов всероссийского инвестиционного Сабантуя, который пройдет в столице Башкирского-Заурали Сибая. Об этом она сказала на Совете по инвестициям. По ее мнению, инвестиционный Сабантуй поможет собрать как местных предпринимателей разного уровня, так и бизнесменов и инвесторов из разных регионов страны. В условиях снижения инвестиционной активности в республике это поможет подогреть интерес к территории. Тем более, что улучшение инвестиционного климата – один из главных вопросов для властей республики. В то же время, одна из главных проблем – административные барьеры для бизнеса. У нас 30% в среднем по стране бизнеса жалуются на избыточный контроль надзор и административное давление. По поручению президента Российской Федерации мы создаем цифровую платформу для обращения предпринимателей, которая позволит в режиме реального времени реагировать на жалобы предпринимателей в сфере контроля надзорной деятельности, на обращение предпринимателей. Нам действительно нужна ваша помощь. Уже второй год подряд в республике снижаются инвестиции. Меня, конечно, такая история не устраивает. Тем более, что бизнес республики имеет неплохие прибыли и развивается. Растет промышленность, торговля, экспорт, в том числе и несырьевой. Мы отчетливо видим, где и по каким позициям не реализуется в полном объеме весь потенциал. По мнению сопредседателя деловой России Андрея Назарова, республике необходима региональная структура наподобие агентства стратегических инициатив. Ее специалисты могли бы координировать деятельность всех властных структур Башкортостана, которые работают над привлечением инвестиций. Важно, чтобы граждане поверили в том, что их поддержат, что они смогут развивать свой бизнес. Да, по статистике, очень многие предприниматели или граждане, которые становятся предпринимательными, заканчивают свою деятельность банкротством. Но зато, когда второй раз они включаются в предпринимательскую деятельность, уже их возможность стать успешными предпринимателями возрастает в три раза, и тогда больше половины предпринимателей, которые второй раз пришли в бизнес, они становятся успешными предпринимателями. Значит, мы должны их убедить и поддержать, даже когда у них в первый раз не получилось. Как сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Ради Хабиров, Башкортостан намерен развивать и укреплять сотрудничество с ОСЕ для повышения инвестиционной привлекательности региона и улучшения деловой среды. Генпрокурор России Юрий Чайко рекомендовал на должность прокурора Башкортостана Камиля Кашаева. Кандидатура внесена на рассмотрение в Госсобрание Курултай Республики. Об этом сообщили в Республиканском парламенте. 46-летний Камиль Кашаев, государственный советник юстиции третьего класса в органах прокуратуры, служит с 1995 года. Прошел путь от помощника прокурора района до заместителя начальника Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры страны, начальника управления государственных обвинителей. Заседание Курултая запланировано на 21 марта. Напомню, с 2013 года прокурор Башкортостана Андрей Назаров. По данным СМИ, в январе этого года его согласовали на должность прокурора Курганской области. Чехия второй год подряд официально страна-партнер агропромышленного форума в Уфе. Также запланирован бизнес-форум австрийские технологии и услуги для АПК Башкортостана. Би-ту-би-переговоры между компаниями России и Австрии. Об этом телеканалу РБК Уфа сообщили организаторы «Башкирская выставочная компания». Главной темой форума агрокомплекса в Уфе в этом году станет развитие фермерства и сельхозкооперации. Основное заявление пленарного заседания на десятилетие вперед. Российский фермер-2030, лидер мирового агрорынка. Участниками заявлены порядка 300 компаний из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Площадь международной выставки «Агрокомплекс-2019» составит свыше 15 тысяч квадратных метров. Экспозиция открывается 12 марта и продлится до пятницы 15 марта. На этом пока все. Оставайтесь с РБК.